МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шаре. Сегодня в выпуске. Усилить контроль за уборкой и вывозом снега в непогоду и отработать замечания, поступающие от жителей города на недобросовестную работу управляющих компаний и подрядных организаций. Глава города Елена Лапушкина рекомендовала усилить фронт работ по расчистке города от снега. Рассказали о проделанной работе, ознакомились с опытом других регионов и вступили в состав Федерального комитета. В областной общественной палате обсудили поддержку семей военнослужащих. Молебен, праздничный концерт, мастер-классы и сладкие подарки. В Самарском духовно-просветительском центре Кириллица прошла благотворительная акция для детей с особенностями здоровья. Усилить контроль за уборкой и вывозом снега в непогоду и в кратчайшие сроки отработать все замечания, поступающие от жителей города на недобросовестную работу управляющих компаний и подрядных организаций. Такое поручение дала глава города Елена Лапушкина специалистам профильных служб и ведомств на еженедельном совещании в мэрии. По прогнозам синоптиков, конец января и начало февраля обещают быть снежными, а это значит, что сотрудникам коммунального хозяйства придется вновь временно перейти на усиленный режим работы. Какие еще вопросы затронули на совещании в администрации города в репортаже Ольги Павловой. Более 50 тысяч тонн снега за полтора зимних месяца и свыше 33 тысяч с начала этого года вывезено на полигоны временного складирования. Основной процент осадков пришелся на конец декабря и начало января. Тогда специалисты коммунального хозяйства трудились в усиленном круглосуточном режиме. С 1 января этого года было составлено 16 актов несоответствия и 15 предписаний за недобросовестное исполнение обязанностей на ответственных за уборку и вывоз снежных накоплений. Работы по расчистке городских дорог и внутриквартальных проездов ведутся ежедневно, даже в солнечную и морозную погоду. Подрядчики технику на вывозку предоставляют. Всего на уборке городских территорий на 16 число на сегодня задействовано 234 единицы техники. В общей сложности задействовано 3331 уборщик территории. Особое внимание по поручению главы города Елены Лапушкиной уделено обращению граждан, которые поступают через социальные сети. На совещании в мэрии рассмотрели каждую из них в отдельности. Недостатки по уборке и вывозу снега должны быть исправлены уже сегодня. Управляющим компаниям ТСЖ, ЖСК и ТСН необходимо вновь адресно отработать каждую территорию, закрепленную за ними в районе, и устранить недоработки в кратчайшие сроки. Мне бы очень не хотелось, чтобы очистка территории у вас уходила на второй план. Это то, что видно, это то, что людям бросается в глаза. Надо контролировать не только за муниципальным предприятием, но и за управляющим компанией. По прогнозам погоды у нас конец января и февраль будет очень снежным, поэтому настраиваемся на круглосуточную работу вместе с управляющими компаниями. Отдельно на совещании в администрации города рассмотрели вопрос помощи пострадавшим при пожаре в жилом доме по Некрасовской 25А. Он произошел 11 января. Предварительная причина – неосторожное обращение с огнем. Площадь пожара составила 800 квадратных метров. Ему был присвоен повышенный третий ранг сложности. В результате происшествия погибли два человека. Жильцам сгоревшего дома оказывали всю необходимую помощь. Одежду, обувь и другие предметы первой необходимости жители города приносили в администрацию Самарского района. Тем, кто утратил документы, помогали их восстановить. Достигнут договоренности с управлением ЗАГС Самарской области и с ФМС. Все желающие и все люди, которые утратили свои документы, паспорта свидетельства о рождении, то есть по ЗАГСу все восстановлено. По ФМС, паспорта, люди, которые нуждались в восстановлении паспортов, все, кто обратились, у всех все восстановлено. Жильцам сгоревшего дома на Некрасовской предоставлены все необходимые справки. В том числе для получения жилья из маневренного фонда тем, кто в этом нуждается. 12 семей изъявили желание о предоставлении маневренного фонда жилого. 10 из них подали заявление. Оказана материальная помощь родственникам погибших при пожаре на Некрасовской. За пострадавшими организован тщательный медицинский контроль. Их разместили в больницах Середавина и Иванова. В целях обеспечения безопасности доступ к дому ограничили. Охрана работает круглосуточно. Вопрос на контроле городского департамента управления имуществом. Кроме того, все собранные средства, поступившие от гаража, для помощи пострадавшим будут в поровну распределены между жильцами сгоревшего дома. Ольга Павлова, Николай Епифанов, События. Женский совет второй армии в полном составе вступил в комитет семей воинов Отечества. Об этом стало известно на круглом столе в общественной палате Самарской области, на котором самарские благотворительные организации рассказали о своей работе по поддержке семей военнослужащих. Подробнее в следующем сюжете. Отправка гуманитарных грузов военным несколько раз в месяц. Благотворительные форумы для семей военнослужащих и оказание им поддержки разной направленности, от финансовой до психологической. Все это своими силами организовал Женский совет второй армии. Они решили не оставаться в стороне, оказывать поддержку всем, кто в этом нуждается. Работа в нашем регионе ведется с первых дней специальной военной операции. Проведена огромная работа на всех уровнях. Это и социальная помощь, психологическая, помощь в трудоустройстве, отдых детей. В общем, абсолютно все мы охватили. Об этой работе говорили на круглом столе. Среди гостей были представители федерального комитета семей воинов Отечества, которые с рабочим визитом прибыли в Самарскую область на несколько дней. Встреча прошла в общественной палате Самарской области. Нам есть о чем рассказать, но при этом наши федеральные коллеги сегодня нам расскажут и о тех, может быть, тонких местах, возможно, недочетах, которые мы недорабатываем, и мы постараемся их устранить. Это первое. И второе, все-таки у нас в большей степени сейчас регион предлагает те инициативы, которые очень применимы на территории субъектов Российской Федерации. Комитет семей воинов Отечества был образован в ноябре прошлого года при поддержке президента России Владимира Путина. Комитет объединил в себе общественные организации, «Женщины России», «Союз семей военнослужащих», «Союз женщин России» и «Матери России». Женский совет второй армии, в составе которого 15 человек, также стали членами федерального комитета и будут возглавлять региональный филиал. Опека о семье должна быть. Не каждая семья дойдет сегодня до органов власти. Нам, семьям, проще общаться с такими же, как мы, мамами, женами. Тогда мы понимаем друг друга. Мы знаем, о чем мы говорим. Мы даже знаем, о чем мы молчим. И вот эти вопросы, которые возникают, их нужно решать. Решать оперативно. Для того, чтобы в семье было все в порядке. Теперь самарским женам военных будет проще обмениваться опытом с женами из других городов и предлагать к реализации свои идеи. Члены федерального комитета отметили, что скоро еще раз приедут в Самарскую область. Андрей Горгуленко, Николай Сидоров. События. В региональной столице продолжается строительство новой станции «Театральная». К сегодняшнему дню готовность стартового котлована на улице Галактионовской составляет уже около 95%. В завершающей стадии бетонирование фундаментной плиты. Переустройство инженерных сетей в границах будущего станционного комплекса завершено на 75%. В зоне метростроя на Полевой и Новосадовой стартовый котлован планируют подготовить к началу марта. Сейчас его устройство выполнено почти на четверть. Все работы находятся на ежедневном контроле регионального заказчика, подрядчика и администрации Самары. Напомним, что в будущем завершение строительства первой ветки Самарского метрополитена и вот в эксплуатацию станции «Театральная» позволит связать отдаленные районы с историческим центром. Время в пути по ветке составит 20-25 минут. Интервал движения электропоездов сократится до 7-8 минут. Количество составов на линии увеличится. По расчетам специалистов, пассажиропоток вырастет минимум на 15%. Мы всячески поддерживаем и рады того, что метро приходит в центры города, потому что основные культурные и центральные события, в том числе креативные и наши креативные классные площадки, все находятся в историческом центре. И, конечно, людям из отдающихся города будет гораздо лучше туда добраться. В Самаре начнется первый этап отбора общественных территорий для благоустройства в 2024 году. На основе собранных предложений с 88 территорий будет сформирован список общественных пространств для рейтингового голосования. Территории победителей будут комплексно благоустроены в следующем году по нацпроекту «Жилье и городская среда». Активные позиции жителей – один из решающих факторов, который определяет, преобразится общественное пространство или нет. Задача проекта – сделать скверы, парки и бульвары для отдыха и прогулок максимально комфортными и функциональными, учесть интересы всех категорий граждан. Предложения по отбору общественных пространств для благоустройства будут принимать до 30 января. В Самарской области жильем обеспечат 957 детей-сирот. Такое количество – рекордное за все время действия программы по предоставлению жилья этой льготной категории граждан. Итоги реализации программы подвели на совещание в правительстве региона. В начале года Самарская область взяла на себя обязательство обеспечить жильем 891 ребенка. На эти цели в бюджете было предусмотрено почти 2 миллиарда 400 миллионов рублей. План выполнили с привлечением дополнительных источников финансирования. По итогам 2022 года жилье получат 957 льготников. Из них 732 уже получили ключи от квартир. Остальных новоселье ожидает до конца января. Отметим, в минувшем году в регионе впервые внедрили вариант обеспечения детей-сирот жильем с помощью жилищных сертификатов. Они дают льготникам еще более широкие возможности по выбору и приобретению дома. Дети-сироты могут не только самостоятельно выбрать жилое помещение на рынке, но и муниципалитет для проживания. Использовать для приобретения жилья дополнительный материнский капитал или личные средства. По итогам года 24 льготникам вручили такие сертификаты. Молебен, праздничный концерт, игры, мастер-классы и сладкие подарки. В Самарском духовно-просветительском центре Кириллица для детей с ограниченными возможностями здоровья состоялась благотворительная акция «Рождение добра». На праздники побывала наша съемочная группа. Благотворительная акция «Рождение добра» в Самарском духовно-просветительском центре Кириллица традиционно начинается с молебна. Праздник, посвященный Рождеству Христову, проходит здесь восьмой год подряд для детей с особенностями здоровья. Акцию организуют при участии регионального отделения Всероссийского общественного движения «Отцы России». Еще большой вопрос, кому больше польза от таких мероприятий, потому что дети, которые имеют сохранный интеллект и, кажется, ни в чем не нуждаются, когда побывают в этом пространстве и видят наших особенных детей, а каждый ребенок, который с инвалидностью, он, знаете, как ангел. Вот светится, вот посмотрите, праздник сейчас начнется, и насладиться этой энергией потом надолго очень не хватает, что вот это вот пространство, как кажется, какие-то проблемы и ситуации, они по сравнению с другими вещами, они как-то вот ничто. В празднике участвует около двухсот детей с родителями, братьями или сестрами или официальными представителями. Для ребят и взрослых это возможность социализироваться, пообщаться друг с другом. Анна Елисеева в этот раз на празднике в качестве зрителя, но неоднократно принимала участие в концерте вместе со студией инклюзивного творчества. Мы показывали тут номера на этом празднике, но в этот раз я пришла как гость, чтобы насладиться праздником. Тут очень круто всегда, все по-доброму и очень душевно. Здесь так все время тепло, уютно, такая атмосфера, концерт. Ну, само рождение добра, вот это и так и ассоциируется с этим. Это очень важно для детей, особенно те, которые с ограниченными возможностями, зайти, просто пообщаться, увидеться с друг другом, потому что иногда редко такое возможно, что пообщаться. Так что это очень важно. Для детей устроили праздник с Дедом Морозом, Снегурочкой и другими сказочными персонажами. Ребята смотрели выступления, водили хороводы, отгадывали загадки, а некоторые принимали участие в творческих мастер-классах по созданию декоративных фигурок. В завершение праздника дети получили подарки. Не только сладости, но и развивающие игры. Светлана Кудрявцева, Сергей Баскин. События. Далее коротко о других темах дня. Правительство РФ предложили рассмотреть возможность оплаты услуг ЖКХ материнским капиталом. Причиной стали растущие цены на коммунальные услуги. Это поможет многодетным семьям экономить на оплате коммунальных услуг до 100 тысяч в год и освободит их на несколько лет от этих расходов, утверждает зампредкомитету Госдумы по просвещению Яна Лантратова. По ее словам, у власти была задача поддержать матерей, а не рынок недвижимости. А семьям деньги нужны сейчас. Если их на несколько лет освободить от платежей за ЖКХ, они смогут тратить эти средства на оплату необходимого – кружков, одежду, игрушки. В России хотят ввести единый платежный документ за ЖКУ. Возможность его внедрения сейчас обсуждает Минстрой. Инициатива предполагает переход к электронным документам на оплату ЖКУ, которые будут формироваться в государственной информационной системе ЖКХ. Сейчас единая форма отсутствует. Зачастую общедомовые показания в платежках не отображаются, и граждане не понимают, за что именно платят. Обычно в квитанциях указывают только сумму расходов на общедомовые нужды, в том числе, например, на уборку подъездов, без подробной разбивки. Россия прорабатывает договоренности о введении безвизового режима для россиян с Саудовской Аравией, Мексикой, Бахрейном, Оманом, Замбией, Кувейтом и другими странами. Сейчас также ведется работа по подготовке проектов безвизовых соглашений с Малайзией и с некоторыми островными государствами Карибского бассейна. Обсуждается вопрос увеличения безвизового нахождения россиян в Гонконге. Сейчас в безвизовом режиме в Россию могут въезжать по общегражданским паспортам представители более чем 60 иностранных государств. В праздничные новогодние дни самарский аэропорт Курумыч обслужил более 92 тысяч пассажиров. Было выполнено свыше 700 взлетно-посадочных операций. Наиболее загруженными днями в новогодние праздники стали 5 и 8 января по 10 тысяч пассажиров. В праздничные дни полеты из аэропорта Курумыч выполняли 20 авиакомпаний по 31 направлению. Самыми популярными традиционно стали Москва, Санкт-Петербург и Сочи. Самарские полицейские пресекли посредничество в передаче взятки. По данным правоохранителей, ранее несудимый индивидуальный предприниматель, работавший в сфере грузоперевозок, находясь возле одного из домов в Куйбышевском районе, получил 100 тысяч рублей от 18-летнего уроженца одной из соседних республик. Незаконное денежное вознаграждение жителю Самары предназначалось якобы за оказание помощи в открытии категории водительского удостоверения, позволяющей управлять грузовым автомобилем, без прохождения обучения и сдачи экзаменов. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье посредничества во взяточничестве. Автомобильные заторы на контроле сотрудников ГИБДД. Чтобы разрулить ситуацию, порой им приходится управлять транспортным потоком в ручном режиме. Какие автомобильные артерии города чаще всего попадают в поле зрения дорожных инспекторов, узнала Елена Чернявская. Сотрудники госавтоинспекции Самары ежедневно изучают и контролируют ситуацию на дорогах. Особое внимание магистралям, где утром и вечером самые большие потоки транспорта. Нередко инспекторам приходится регулировать движение в ручном режиме. Самые проблемные перекрестки не остаются без внимания ГИБДД. А водителям, в свою очередь, нужно соблюдать правила дорожного движения. Тогда и пробок будет значительно меньше. Запрещается выезжать на перекресток, либо на пересечение проезжих частей дороги в случае образования затора. Когда этот затор вынудит водителя остановиться и тем самым создать препятствие для движения транспортных средств в поперечном направлении. Каждый может попасть в ситуацию, когда приходится нарушать правила из-за поперечного или встречного потока. К примеру, нарушить запрет выезда на перекресток. В таком случае транспортное средство становится препятствием для других участников дорожного движения. Предсказать это заранее не всегда возможно, поэтому препятствием может стать даже самый опытный водитель. В таких ситуациях сначала необходимо пропустить встречный поток, который движется влево. Тогда получится упереться в хвост этой колонны и тоже проехать, не мешая остальным. Я как начинающий водитель, конечно, стараюсь оценивать ситуацию на дороге, сложившуюся. И стараюсь по возможности не создавать заторовых ситуаций, выезжая на перекрестке, втискиваясь в хвост пробки, не создавая заторовые ситуации на дороге. Но кроме этих причин есть и сезонные факторы зимой. Например, ситуация на дорогах становится сложнее. Дело в том, что коммунальным службам необходимо регулярно убирать снег с проезжих частей, тротуаров, подъездов и подходов к пешеходным переходам. Поэтому машины на обочинах дорог лучше не оставлять. Елена Чернявская, Константин Головин. События. Танцуют все, кто на пенсии в ДК «Заря» прошел и рождественский бал. Танцевальный вечер собрал более сотни участников из разных творческих коллективов Самары. Подробности в репортаже наших корреспондентов. В Доме культуры «Заря» в разгаре рождественский бал «Маскарад». Его распорядитель Алексей Меликесцев одет по последней моде середины 19 века. Сапоги, брюки, рубашка, шейный платок, жилет и парадный сюртук. Также в стилизованных нарядах пришли и гости. Репертуар танцевального вечера разнообразен. От полонеза до вальса. В честь зимы мы устраиваем праздник для общественности, для граждан города Самара. И, естественно, к нам очень любят приходить старшее поколение. Оно очень любит поддерживать традицию бальной культуры. Первый бал в Самаре прошел в 1851 году и был приурочен к дате образования Самарской губернии. Приказ об этом подписал император Российской империи Николай I. С тех пор балы становятся традиционными и посвящались разным событиям. К ним усердно готовились, шили наряды и репетировали танцы. В Самарском дворце ветеранов этому легко научат. Там работает пять коллективов – народных, бальных и современных танцев. Нам помогает жить и строить и менять свою жизнь к лучшему танец. Потому что что такое танец? Это двигательная активность, это красота, это грация, это необходимость надеть красивый костюм, это позитив, это улыбка на лице. Наталья Ковалева с детства мечтала танцевать, но только выйдя на пенсию освоила первые па. Пришла в студию танца во дворец ветеранов. Здесь жители города учатся правильно двигаться под музыку дважды в неделю, а также сами шьют костюмы для выступлений. Сейчас у Натальи Ковалевой порядка десяти концертных платьев, а за четыре года она освоила как народные, так и классические танцы. У меня просто от восхищения нет слов. Я по-любому хочу танцевать как можно дольше. Я очень благодарна, что есть вот такой дворец ветеранов, где нас, ну как говорят, поддерживают. Во время рождественского вечера в перерывах между танцами прошли показательные выступления, мастер-классы, игры и вокальные номера. По традиции в конце творческого вечера выбрали королеву бала. Михаил Ермоленко, Сергей Кизоркин, Константин Головин. События. Хоккейные команды региона порадовали своих болельщиков уверенными победами. Волейболисты Новой никак не могут подняться со дна турнирной таблицы в Суперлиге. А теннисистки из Самарской области начинают борьбу на первом в сезоне турнире Большого шлема. Подробности в нашей рубрике «Новости спорта». Хоккеисты ЦСКА ВВС двумя победами завершили серию домашних игр в первенстве ВХЛ против «Динамо Алтай». В начале третьего матча серии соперники обменялись заброшенными шайбами. На старте второго периода хозяева еще раз вышли вперед, на что барнаульцы, как ни пытались ответить, уже не смогли до финальной сирены. 2-1 в пользу ЦСКА ОВС. А в заключительной игре серии было заметно, что сил на четвертый матч за пять дней у гостей уже не хватило. Летчики, сохранившие больше сил на домашнем льду, довели встречу до разгромной победы 5-0. Самарцы вышли на второе место в турнирной таблице. А в дивизионе выше, чемпионате ВХЛ, хоккеисты Тольяттинской «Лады» дома обыграли Южный Урал из Орска. Хозяева в каждом из трех периодов по разу огорчили голкипера гостей, на что уральцы смогли ответить лишь одной шайбой на последней минуте встречи и прервали свою серию с шести побед подряд. 3-1 победа «Лады», которая занимает пятое место в чемпионате. Волейболисты «Новый дом» уступили казанскому «Зениту» одному из лидеров российской суперлиги. Начало лишь первого и второго сетов прошло в равной борьбе, остальные игровые отрезки прошли при сильном преимуществе фаворитов. 15-25, 16-25, 12-25 и 0-3 по партиям поражения «Новый». Команда продолжает находиться на последнем месте в таблице. Тольяттинская теннисистка Диана Шнайдер вышла во второй раунд «Австралиан Оупен». Она одолела Кристину Кучеву из Словакии 7-6-7-5. Встреча продолжалась 1 час 54 минуты. Диана, для которой это первый взрослый турнир «Большого шлема», девять раз подала на вылет, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейкпоинта из пяти. Во втором раунде ей предстоит сыграть против Марии Сакари из Греции, которая занимает шестое место в мировом рейтинге. Далее эфир продолжит обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. В течение этого года самарцы могут бесплатно заменить социальные транспортные карты на карту жителя Самарской области. Для этого необходимо обратиться в банки-партнеры проекта, сообщает телеграм-канал городской администрации «Вести с Дворянской». Со следующего года действующие социальные карты будут заблокированы, а ежемесячные бесплатные поездки в общественном транспорте будут начисляться на карту жителя. Об оформлении стоит побеспокоиться заранее, поскольку выпуск может занимать от 14 дней, а перейти на карту жителя должны около 400 тысяч льготников. Те, кто до 1 января этого года еще не оформил социальную карту, перед подачей заявки на карту жителя Самарской области с льготным транспортным приложением необходимо подтвердить право на льготу в учреждениях социальной защиты населения по месту регистрации. После получения карты жителя блокировка социальной карты происходит с 1 числа следующего месяца. При рождении близнецов родителям предоставляется единовременная выплата. За оформлением одному из родителей нужно обратиться в МФЦ. Необходимым условием оформления выплаты является постоянная регистрация одного из родителей и детей в Самаре. Подробную консультацию о выплате можно получить по телефону 333-52-28, информирует администрация железнодорожного района города. 18 января в Доме офицеров Самарского гарнизона пройдут торжественные мероприятия, посвященные Дню образования Военно-оркестровой службы Вооруженных сил Российской Федерации. В 16.00 состоится праздничный концерт Большого сводного военного оркестра Самарского и Тотского гарнизонов с участием лучших музыкантов и солистов Самарской государственной филармонии, концертного духового оркестра, студентов музыкального училища и Самарского государственного института культуры. Вход на концерт свободный, пишет телеграм-канал администрации Ленинского района. В Самаре ушла из жизни директор детской картинной галереи Татьяна Анатольевна Чичканова. Она была двигателем проектов музея, направленных на реализацию просветительской, образовательной и научной деятельности, разрабатывала программы и организовывала методические семинары, мастер-классы, творческие встречи по распространению педагогического и методического опыта. Вложила большие силы в развитие детской картинной галереи как инновационного современного музея, при этом сохраняющего свои традиции, в котором прекрасно себя чувствует как детская, так и семейная аудитория. Телеканал «Самара ГИС» выражает соболезнования родным и близким. На этом наш выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте «Самара ГИС» в нашем телеграм-канале, на страничках в «Одноклассниках» и ВКонтакте. Выпуски новостей смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Всего вам доброго и до встречи! Субтитры подогнал «Симон»!